Живем небогато, как можем. Спят сыновья. Арсений, Ярослав, спит дочка Лиза. Стараемся, чтобы все было, пусть не тратят лишние деньги. А лишних и не будет. Анна Сазонова потеряла вторую работу перед майскими праздниками. С 2014 года мать-одиночка убиралась в ФАПе в поселке Станция Охотничья, где проживает сейчас вместе с детьми. Работала по совместительству. С утра мыла полы в медпункте, потом бежала на основное место работы, пройдите уроки музыки в школе. И только вечером возвращалась к детям. Но свою историю мать трех детей поведала до того, как наша съемочная группа отправилась в поселок. Мы застали опечаленную женщину в здании областного Минздрава, куда она обратилась с жалобой. По ее мнению, увольнение было незаконным. Мне сказали, что я уволена, что сегодня был мой последний рабочий день. На вопрос по причинам увольнения мне объяснили так, что старшая медсестра Кривомазова Надежда написала на меня несколько служебных записок. Однако со служебными записками я ознакомлена не была. Анна до сих пор не понимает, почему к ней так резко поменялось отношение. Последние месяцы она даже отправляла фотоотчет после каждой уборки. Ульяновскую районную больницу с конца 2017 года возглавляет Сергей Беззубенков. У него своя правда. Но же съемочную группу он заверил. Она на работе не появлялась систематически и была увольна согласно букве закона. Она в курсе всей ситуации. Больница при этом открыта к диалогу. О чем указывают документы и в том числе ее личные объяснительные записки неоднократные. На уговоры приходить на работу вовремя, к сожалению, данная сотрудница не реагировала. И приходила приходить на работу, продолжала приходить на работу в удобное для нее время. В рамках трудового кодекса она была уволена после нескольких предупреждений. Юристы не отрицают. Нарушение прав имело место быть. Однако разбираться нужно детально. Специалисты поясняют, если работник трудится официально по договору, на него распространяются правила трудового кодекса. Поэтому просто так одномоментно работодатель уволить не может. Для этого должны быть весомые причины. Прогулы работы – одна из них. Это ограниченная перечень. Как пример могу привести. Это или ликвидация организации, или сокращение штатов. Но там целые мероприятия проводятся. То есть это одним днем не происходит. Быстро человек может быть уволен, если он занимает декретную должность. То есть когда основной работник выходит из декрета, то да, там человек пишет заявление, что он выходит. За сутки человек предупреждается о том, что он подлежит увольнению в связи с выходом основного работника. И он увольняется. Каких-либо других вот таких случаев, чтобы работник мог быть уволен быстро, без каких-либо причин, в законе нет. Ну, естественно, я не говорю о нарушении трудовой дисциплины, да, когда человек увольняется за какие-то проступки. Тем временем Анна дождалась официального ответа от Минздрава. Не написала заявление в прокуратуру. Прогулы? Отрицает. Не выходила на связь с руководством. Мыть полы в ФАПе было не прихотью, а возможностью хоть как-то сводить концы с концами. У женщины кредиты, которая набрала на маломальский ремонт в доме. Жилье купила 6 лет назад на средства мат-капитала. Ринат Алиулова, Владимир Куликов, Герман Баранов, Улправда ТВ.